Жизнь идет своим чередом, а мы продолжаем цементировать щели черепной коробки представителей азербайджанской академической науки, воздух из которого струится так, что осел на книге «Карабах. История в контексте конфликта», изданной бакинскими академиками в Санкт-Петербурге в 2014 году на русском языке. Для галочки, чтобы отчитаться перед султаном всея Азербайджана. Ну и заодно и бизнесмену Талли Гейдарову отметится, что лепту свою в родную науку он таки внес. На этот раз мы рассмотрим восьмую главу, веренную доктору философии по истории, ученому, лауреату госпремии Азербайджана Гаухар Наги Казымамедовой. Не путать с предыдущей Мамедовой их таких наукообразных клоунес в Азербайджане две. Одна Фарида Мамедова, вторая это сегодняшняя Гаухар Мамедова. Но и у одной, и у другой Мамедовой из щели струится полное албанство всего, что можно оболбанить и пробеземдирить. Одна албанивает армянские храмы и хачкары, другая сегодняшняя оболбанивает армянских меликов и всея хамсу. Именно поэтому ее глава в книге называется «К вопросу о христианских меликах и меликствах северного Азербайджана в XVIII веке». Для начала давайте заглянем на карты Закавказья XVIII века. Карты, как я люблю это делать, представлены независимые. Они не касаются ни армянской картографической школы, ни тем более азербайджанской. И если мы взглянем на них, то сочувственно вздохнем. Никакого государства Северный Азербайджан в XVIII веке мы не углядим в них. Хоть затопоритесь. Ну нет, и все тут. Все указанные ханства – вассалы Персии. Именно поэтому государству принадлежали ханства. И именно этому только государству эти ханства принадлежали. В том числе Карабахская, Бакинская и другие ханства на территориях севернее Аракса. И Зактатары были также зависимы от иранского шаха. Разница зависимости между армянами и Зактатарами была лишь в том, что Зактатары были одной верой с митрополией. И многие из них еще кочевали или вели полупочевой образ жизни. Обратите внимание на эту карту. На Абширонский полуостров на Баку. Этнографическая карта XVIII века и вовсе указывает нам на парсов, проживавших в Баку. А на севере так и вовсе большое количество татов. Парсов и татов в регионе можно было бы принять за ошибку этнологов-картографов тех лет. Можно было бы сказать о том, что они, азербайджанцев, восприняли за парсов и татов. Но это исключено, так как мы четко видим желтым цветом и обозначенных на карте закавказских татар. То есть этнографы-таки знали свое дело. Вы сейчас сами ознакомились с картами независимыми и их в сети библиотеках масса. И сравните их с этой фальшивкой. Здесь и ученым быть не нужно, чтобы понять, что карта фальшивая. Выполнена на скорую руку азербайджанскими академиками. И подписана фломастерами для особо тупых. А ведь те же года, тот же век, что вы видели несколько минут назад. Уже в одном названии главы Мамедовой меликства Северного Азербайджана XVIII века кроется грандиозная ошибка для ученых. А теперь погрузимся в цитату, исходящую из Мамедовской щели. Как известно, Эчмиадинский монастырь в 1441 году был перенесен в местечко Учки-Лиса из Восточной Анатолии по настоянию армянского католикосата, стремившегося избежать поглощения армянской церкви римской церковью и утвердиться на новых землях с целью осуществления притязаний армян на земли исторической Албании. Обосновавшись в западном Азербайджане в окрестностях Иривана, Учки-Лиса и заселив эту местность пришлыми армянами. Напомню, эту билиберду несурядицу пишет ученый. Буквально в одной главе не только сам черт, но и любой незнакомый с темой читатель мозги может себе сломить. Глава названа Северным Азербайджаном, в самой главе речь уже об Албании. И тут же следом за Албанией откуда-то взялся Западный Азербайджан. Прежде чем помещать Ириван в какое-либо территориальное образование или государство, только бы не в Армению, конечно же, необходимо все-таки окончательно решить, кому принадлежал Ириван. Албании? Северному Азербайджану или Западному Азербайджану? Ладно там ученый, ему простительно. Все же это азербайджанские ученые. Но редактор? Где редактор? Наверняка он тоже азербайджанский, этот редактор. И по этой причине в выходных данных книги не указаны фамилии ни редактора, ни корректора, чего обычно делается. Или в Азербайджане строго запрещено редактировать щелевые опусы академиков. Что ж, все может быть. Теперь об Ичмиадзине и Учки-Лисе. Знаете, сам Абагар-Шапат и Ичмиадзинский кафедральный собор имеют такие древние корни, которые породили массу легенд, что никакой Учки-Лиса, как называют его азербайджанцы, рядом не стоял. Этот город известен со II века до н.э. И назывался он Варткесаван. Во II веке н.э. армянский царь Вагар-Шапат окружил город стенами и переименовал его в свою честь. Вагар-Шапат. Пад по-армянски стена. Именно со II и по IV века н.э. Когда не то, что азербайджанцами, но и тюрками вовсе рядом не пахло, Вагар-Шапат был столицей Великой Армении. И об этом факте говорят все мировые источники от энциклопедии до современных серийных словарей и справочников, изданных в третьих странах. Как, например, в 100 великих храмов мира. Это издание продается во всех книжных магазинах, абсолютно во всех, кроме магазинов Баку, естественно. А для тех, кто не в курсе, Ичмиадинский кафедральный собор расположен именно в Агар-Шапате. Отсюда, из этого места, начиналось христианство не только в Армении, но и далее в регионе в целом. По преданию, инспирированный Христом Григорий Просветитель указал место заложения собора. И изначально он был деревянный. Об этом имеется много сведений, в том числе и в авторитетном словаре Эфрона и Брокгауза, которые сейчас перед вами на экране. Также источник нам сообщает, что, цитирую, «Через 80 лет после основания храм был разрушен персами, но в 483 году был снова возобновлен, и с тех пор стены храма, несмотря на частые опустошения, обители персами и турками сохранились и поныне». В самом соборе расположены ряд святынь, фресок и масса другой атрибутики с армянским орнаментом и армянским письмом. Слава Богу, Господь одарил армян мастерством и собственным письмом неповторимым, уникальным языком, которыми никак не спутать ни с албанским, ни с тюрским и никаким другим. И все это еще одно живое свидетельство того, что собор, как и Ичмиадин, Вагаршапат, был и остается исключительно армянским наследием зодчества, охраняемым ЮНЕСКО. Оболбанить тут не имеет смысла никакому ученому, а уж тем более азербайджанскому. Тогда откуда название «учки-лиса», которые любят поговаривать в здании Академнауки Азербайджана? Всего лишь очередная струя мамедовой щели, не более. После того, как Шахом Аббасом армяне восточной Армении были переселены вглубь Персии, саму же восточную Армению, в том числе и Ереван, Вагаршапат, стали обнюхивать тюркские шиитские кочевые племена. Шутка ли? Араратская долина, прекрасные луга, замечательный корм для скота. А позже эти племена осели в Араратской долине со своим скотом. За 200 лет отсутствия армян на исторической родине многие армянские топонимы, гидронимы, аронимы стали переименовываться на тюркский язык, более привычный им. Стоял и Эчмиадинский собор, который не тронули впоследствии иранские шахи. Тюрки, перечкочевавшие Вагаршапат, назвали крепость Учкелеса. Кстати, в переводе с тюркского Учкелеса – три церкви. Явная подсказка на то, что хозяева земель и самого собора – христиане. А внутренние убранства и историографические рукописи и петроглифы проливают только свет, кто эти христиане. Конечно же, армяне. О названии Учкелеса ранее 17 века не было известно, да и не могло быть. Даже немецкая картографическая школа 18 века, Закавказья, обратите внимание, подписывает Эчмиадин и рядом Учкелеса, как называют его уже местные татары. Но если быть еще повнимательнее к этой карте, то увидите под нижним маленьким квадратиком и историческое наименование всей этой территории. Армения на немецком языке. Даже несмотря на то, что армяне в эти годы были уже переселены вглубь Персии. Лишь в 19 веке, ликвидировав ханство, когда восточная Армения отошла уже к Российской империи, хозяева земли и собора, армяне, стали возвращаться на историческую родину. И постепенно топонимы стали возвращать свои исконные наименования. Теперь о меликах. Читаем. Несмотря на усилия армян искусственно перенести албанский титул, мелик с их большим иммунитетом на армянских феодалов, кроме самообмана, ни к чему не приводит. Почему же не приводит? Еще как приводит. Приводит факт, что самообманом как раз занимается азербайджанская академическая наука. Начнем с того, что мелик не албанский титул, а арабский. Мелик по-арабски. Царь, король, монарх. От арабского мамлякэ, королевства. Многие арабские монархические страны официально так и называют свои королевства. Например, королевство Марокко, аль-Мамлякэ, аль-Махрибия, или иорданское хашемитское королевство, аль-Мамлякэ, аль-Урдуния, аль-Хашмия. Термин этот проник в регион вместе с арабским халифатом и наделялся феодалом христианским. И пять армянских меликств Карабаха не случайно называются меликствами хамса. Так как хамса тоже арабский термин и означает пять. То есть пять армянских княжеств, меликств Карабаха. Гюлистан, Джараберт, Дизак, Хачен, Варанда. Все эти меликства имеют армянскую этимологию. Кроме Гюлистана, что в переводе с персидского значит «страна рос». Об этих меликствах сообщают и независимые источники. Например, российский источник 1743 года прибавления к Санкт-Петербургским ведомостям номер 22. Сообщает в приложении к странице 236 следующее. Карабах есть страна, лежащая между левого берега Аракса и правого реки Куры, выше Муганского поля, в горах. Главнейшие обитатели ее – армяне, управляемые наследственно пятью своими меликами или природными князьями. По числу сигнагов и лакантонов. Первое – Джараберт, второе – Игермодар, третье – Дузах, четвертое – Варант, пятое – Хачен. Как видите, на те времена Агюлистан назывался Игермодаром, что тоже имеет персидскую этимологию. Что касается самих меликов, которых Мамедова пытается преподнести как албанов, то к чуши нам не привыкать. Из всей этой династии хамсы лишь мелик Агюлистана, беглорян, имел спорное происхождение. И то только потому, что он коренной утиец, где проживало смешанное армяно-удинское население. Сведения о родословном этого мелика скудны. Остальные же четыре мелика – Исраилян, Джалалян, Шахназарян и Аванян – имеют исключительно чистокровно армянское родословное. Исраиляны происходили от Сюникского мелика Исаии. О роде Гасан Джалаляна упоминал еще Мавсес Хоренатцы и назвал их отпрысками сыновей Хайка. Род Шахназара – доляны, коренные арцахцы и были властелинами этого края с незапамятных времен. Мелик Аваняна из Лори. Кстати, Михаил Триелович Лорис Меликов, российский генерал-адъютант и автор первой российской конституции, именно из этого рода. Кроме того, остались письменные свидетельства самих меликов, которые тоже проливают свет на их армянское происхождение. Например, в обращении армянских меликов Карабаха к Александру Васильевичу Суворову от 2 сентября 1781 года написано «Мы, ниже именные армянской нации, оставших Карабахи из военно-начальников, мелики, уведов, что ваше превосходительство по военным обращениям оказывали к нашей стране всякое сожаление, и что для сего же зволите быть сюда, ожидали вас с великою радостью». Также в этих архивных документах приводится любопытная записка. Шушинский Ибраким Хан, ведая о богатстве владеющего в Карабахе варандинского мелика Исаия, в минувшем мае месяце, призвав онного к себе якобы в гости, желал узнать о количестве его капитала, но, как сей мелик Исаий, добровольно ему не признался, то он, вознамерясь овладеть его имением, приказал допрашивать его пристрастно, отчего признанием онного последовала смерть. Вот такова была любовь азербайджанских, в кавычках, колбанским, в кавычках, меликам. Любопытна также цитата Мамедовой в книге, где она нагло и в открытую исправляет Петрушевского. Несмотря на предвзятость составителей книги в определении региона распространения титула и национальной принадлежности меликов, то есть разделения их на армян и татар, в ней четко и полно раскрывается смысл самого термина. Это писал Петрушевский в сочинениях, но Мамедова привела эту его цитату и в своей главе, и поправила. Под армянами здесь следует понимать Албан. Почему Албан? Мамедова не пояснила. Но захотелось ей так. Всем им, Мамедовым, хочется оболбанить все армянское. И для этого не обрезгуют даже менять исторические тексты и документы. Щель Мамедова такая, ничего тут не поделаешь. Кстати, видел я эту Мамедову щель по пути из Туапсе в Сочи, но не стал заезжать. Мало ли, щель может и бомбануть. Бомбанет и мало не покажется, а я сторонник дезодорированного помещения с полками книг, писанными светлыми мозгами.